Привет, парни! С вами Евгений Денисов и канал OEMZAP. Сегодня будем рассказывать вам об одном очень интересном моменте. И нет, это не капиталка КД, как всегда. Сегодня расскажу вам о том, какая разница между масляным насосом КЕ 2.4 и КД. КЕ с балансирами, КД просто обычный насос. Стоит ли делать эту трансформацию? Стоит ли на 2.4 ставить КД-шный насос или нет? И если стоит, то нафига. Готовы? Поехали! Короче, зачем ставить насос от КД вместо насоса с балансирами, которые воткнут на КЕ? Докладываю голосом. Механика данной трансформации простая. Это одно из тех движений, которое ведет к успеху и долголетию. И если вдруг хоть кого-то на этой планете волнует снижение веса двигателя КЕ, ну, мало ли вдруг кто решил ставить рекорды скорости на 2.4, короче, вес тоже снизился. Посмотрите на то, какой маленький по габаритам КД-шный насос и какой здоровенный бестолковый насос от КЕ. Короче, первое, что бросается в глаза, это размеры приводных шестеренок у КЕ. У КЕ она маленькая, а значит и скорость ее вращения охренеть какая высокая. Ему нужно вращаться намного быстрее, чем насосу КД. Если посмотреть на размеры внутренних шестеренок, которые качают масло, то будет понятно, что для того, чтобы нагнетать нужное давление в системе КЕ-шному насосу, нужно раскрутиться, мама не горюй, как быстро, потому что шестеренка тут маленькая. У КД шестерня, что приводная, что внутренняя, большая по диаметру. В итоге выше производительность, ниже обороты, более живучая система, которая еще и функции свои выполняет более эффективно. Возникает вопрос, какого ляда наградили эту здоровенную приблуду с балансирами? А чтобы какие-то там вибрации убрать? Иными словами, политика партии примерно такова. Лучше у тебя отхлебнет мотор из-за масляного голодания, чем будет еле заметная вибрация. Это логично, как перелом позвоночника. Вот что сказал Михаил на эту тему. В определенных оборотах снимает дисбаланс. То есть, я так предполагаю, что это в районе 2000, как многие клиенты жалуются, что есть небольшая-небольшая вибрация, такое легкое потряхивание при переключениях. Или я так и не понял, как что. Кто-то мне из клиентов рассказывал, что вот у меня появилась вибрация, когда я в отсечку даю. Извините меня, ребят, я когда в отсечку даю, у меня такая вибрация. Просто не давая в отсечку, двигателя не любят, тем более с балансирами. Представляете, как эти балансиры с такой маленькой шестереночкой, с такой большой на колене, охреневают, когда ты ему в отсечку даешь. Так, с нашего КАЕ снят родной насос. Берем новый насос от КД и устанавливаем его. Процесс достаточно простой, но есть несколько нюансов. Все становится болт в болт, с той лишь разницей, что на коленвал ставим шестеренку от КД и цепь от КАЕ вы уже не поставите, потому что эти диаметры и длина цепи не совпадают. Нам понадобится цепь от КД. Она без меток, у КАЕ есть метки, потому что балансиры нужно устанавливать в определенном положении. Поэтому берем новую оригинальную цепь насоса КД и пазл складывается. Но есть еще пара нюансов, о них сейчас расскажет Михаил. Здесь насос масляный прикручивается на три болта. Два болта сквозные. Один прикручивается в плиту. Соответственно, болты, которые шли с насоса, с балансира, кардинально не подходят. Они очень длинные, очень длинные. Прям безумно длинные. Почувствую разницу. Борись с голодом. Нормально. Не очень. Нормально. Туда вот такой болт, коротенький. Он похожий с болтом, который вот здесь. Они один в один одинаковые. Это еще не все. Почему? Потому что вот здесь проходит масляный канал. Он входит, получается, здесь он идет на натяжитель, здесь он идет из насоса туда. Но самая проблема в том, что если сюда ничего не закрутить, все давление будет фигачить мимо фильтра просто в поддон. И вы никогда в жизни не накачаете масло в этот двигатель. Насос будет его качать, колено будет крутиться, но ничего не получит масло, кроме поддона. Он будет стравить через эту дырку. Для этого мы берем вот такой вот новый болт, отрываем от него эту шляпу, которая тут нахер не нужна. Товарищи продавцы болтов, не наклеивайте, пожалуйста, вот эту хуйню сюда, я вас умоляю. В данный момент мы полностью повторили заводскую конструкцию. Никакого изобретения велосипеда. Это именно заводская конструкция. Никакие там просверленные дырки, где не надо, установленные форсунки там, где не надо. Это именно заводская конструкция. Теперь ставим успокоители, а натяжителя ставим каешный. Это гидронатяжитель, и глушить масляный канал нам, соответственно, не нужно. Ставим успокоители на место. Успокоитель кодешный имеет пружинку, мы ее убираем, так как у нас гидронатяжитель. Да и упора для пружинки у нас тут нет. Установили натяжитель, и получается фактически завод. От обычной конструкции отличается тем, что другая цепь, другие успокоители, другой насос, шестеренка, а натяжитель остался тот же. Ставим масляную форсунку и собираем двигатель. Собственно, двигатель собран, хозяин счастлив, а в одном из следующих видео мы вам покажем капиталку двигателя КАЕ. Там будет очень много интересных технических нюансов, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Я хочу, чтобы классный контент вы получали первым. До скорых встреч! Привет, меня зовут Евгений Денисов, вы на канале OEMZAP, и мы ремонтируем корейские автомобили. Сегодня мы поговорим про Audi 4.2 Turbo... Короче, нормально.